Приветствую всех участников и гостей второй международной конференции Красноярск-Санкт-Петербург по направлению метрологическое обеспечение инновационных технологий. Представляю доклад на тему применения математической обработки данных для определения фактического технического состояния редуктора мотор-колеса БелАЗ. Авторы Кудреватых Андрей Валерьевич, Фурман Андрей Сергеевич, Ощулов Андрей Сергеевич, Ощулова Алена Сергеевна, Корнадут Олеся Сергеевна. Докладывает Ощулов Андрей Сергеевич. Несмотря на активное развитие современной технологии, техники, предприятия сталкиваются с понижением производительности, связанным с отказом различных узлов и агрегатов, в данном случае карьерных автосамосвалов БелАЗ. Целью данного исследования было разработка и внедрение методов по определению фактического технического состояния редукторов мотор-колеса. В рамках исследования необходимо было определиться с существующими методиками по диагностированию редукторов мотор-колес. Существует их достаточно большое количество. Необходимо было сузить круг и определить наиболее эффективные методы, которые применяются, опираясь на анализы наших результатов. После того, как будет определён наиболее лучший метод по определению фактического технического состояния редукторов мотор-колес, необходимо внедрить данную методику в процедуру технического обслуживания. Рассматривалось три основных, наиболее эффективных метода по определению технического состояния. Это первый физико-химический анализ эксплуатированного масла, виброакустическая диагностика и температурный анализ с помощью тепловизора. Начнём по порядку. Физико-химический анализ эксплуатированного масла редукторов мотор-колеса основывается на том, что в процессе эксплуатации в масле накапливаются металлические примеси, полученные в результате изнашивания шестерён различных узлов внутри редуктора. Эти металлические примеси накапливаются, и с течением времени их становится всё больше, и они увеличивают износ шестерён зубчатых зацеплений. Поэтому было предложено отслеживать данное накопление путём отбора проб каждые 50 моточасов, не останавливая, грубо говоря, технику. В результате чего получалась диаграмма по накоплению, прям визуально было видно, накопление металлических примесей внутри эксплуатируемого масла. Проведённые ранее исследования показывали, что наиболее критическое содержание металлических примесей в масле – это 0,5%. Даже несмотря на такое маленькое содержание, это будет считаться уже критическим уровнем накопления массы. Несмотря на то, что этот метод позволяет наглядно демонстрировать, отслеживать накопление, то есть изнашивание редуктора и его составных частей, есть один большой недостаток – это необходимость наличия на предприятии физико-химической лаборатории для проведения анализа. Следовательно, кроме самого помещения дорогостоящего оборудования, необходимы высококвалифицированные специалисты, которые будут проводить исследования. Либо есть второй путь – это заключать дополнительные договора с сторонними организациями, которые будут осуществлять данный контроль, данный анализ. Но есть ещё, скажем так, небольшой недостаток. Получается, есть задержка во времени по определению, связанная с проведением анализа. То есть пока произойдёт отбор проб, отвезём на лабораторию, в лабораторию, там производится анализ, и только потом получим результаты анализа, на основе которых можно будет сделать какие-то выводы. Поэтому здесь всё будет зависеть от состояния технической базы самого предприятия и существующих сторонних организаций в ближайших областях. Второй метод по определению фактического и технического состояния редукторов мотор-колёс – это виброакустическая диагностика. Основан он на том, что в процессе износа увеличиваются зазоры между соприкасающимися, трущимися шестерёнками. При увеличении этих зазоров будет увеличиваться шум и вибрация, издаваемая редуктором. На корпус мотора-редуктора устанавливаются акустические и виброакустические датчики, которые улавливают и записывают сигналы. Достаточно информативно работает данный метод, позволяет определять и отслеживать в динамике состояние редуктора мотор-колеса. Но также есть и ряд недостатков у данного метода. Необходимость покупки и приобретения виброакустических датчиков на каждой из карьерных самосвалов. Также необходимо записывающее устройство. И ещё один из недостатков – это невозможность определения точного местоположения износа в данном редукторе. Наиболее сильный сигнал, конечно, мы будем ловить в месте установки датчика. Но если источник шума будет дальше, его влияние будет датчиком улавливаться гораздо хуже. Третий метод, который попал в область наших интересов – это температурный анализ с помощью тепловизора. Частично он включает в себя и первый метод. Но здесь отслеживается больше именно температура самого масла. Потому что в процессе эксплуатации редукторов мотор-колес при наличии металлических примесей они увеличивают силу трения детали, которые находятся в контакте. Известно, что при увеличении сил трения возрастает температура. Эту температуру мы и будем отслеживать тепловизором. Причем, наибольший положительный эффект данного метода заключается в локализации места с повышенным износом. Полученные снимки показали, что распределение температуры идет даже на исправном неравномерно, но перепад температур незначительный. Следовательно, при увеличении износа эти температуры будут расти и мы сможем непосредственно контролировать данные температуры. Есть также и недостаток у этого метода. Необходим человек, который будет заниматься именно тепловым контролем в определенном месте технологической линии, технологической трассы на угольном разрезе, который будет проверять тепловизором температуру в мотор-эдукторах колес. На основе проведенных исследований можно сделать заключение о том, что наиболее эффективные методы существуют, это применяемые три метода, которые мы только что перечислили, но каждый из этих методов содержит ряд своих положительных качеств, но также и ряд недостатков. Выбор методики для каждого предприятия будет свой. Основан он будет на технической базе предприятия, сопутствующих ближайших предприятиях, которые смогли бы осуществлять контроль. И по отдельности эти методы показывают свою неэффективность. Выходит, необходимо для более полного результата диагностики производить комплекс мероприятий по определению фактического, технического состояния. Доклад закончен. Спасибо за внимание. На последнем слайде предоставлены контакты для связи с нами.